Это «Вести утро» Карачаева-Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Наш земляк, учащийся школы поселка Кавказский Никита Деньгуб, стал координатором всероссийского проекта «Большая перемена» в Карачаево-Черкесии. Целью этого конкурса организаторы называют изменение жизни школьников в позитивную сторону. Они проводят множество культурных и образовательных программ. А какие первостепенные задачи ставит перед собой сообщество «Большой перемены» Карачаева-Черкесии, в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет новый координатор этого проекта Никита Деньгуб. Доброе утро всем! Доброе утро, Никита! Здравствуйте! Благодарю тебя за то, что ты в столь ранний час приехал к нам в гости. Я сразу себя хочу поздравить с тем, что ты стал координатором сообщества «Большая перемена». Это всероссийский проект для школьников. И ваша цель – это менять себя и менять нашу жизнь, вернее, жизнь школьников к лучшему. Вот это ваша цель. А теперь у тебя, как у координатора из Карачаева-Черкесии первого, какая первая очередная задача стоит перед тобой? Ну, наверное, моя первая очередная задача – это координировать деятельность в нашей республике, вот именно «Большая перемена», то есть прославлять «Большую перемену» и так далее. Вот волонтерской деятельностью мы занимаемся также, ведем социальную активность, то есть медиа-активность и так далее. Сколько человек у вас в команде всего в республике и кто они? Вот у меня в команде 30 человек. Это все школьники 5-11 класс из разных поселков, городов нашей республики. Никита, а как тебя отбирали? Вот как ты стал координатором? Как этот процесс происходил? Сам процесс происходил у нас в ноябре. Меня выбрали ребята, то есть я подал свою кандидатуру, и потом у нас было голосование, и меня выбрали. Вот на месте? Да, да. Какие мероприятия вы уже провели? Ой, мы проводили очные встречи, мы очень часто проводим открытые уроки в разных школах. Допустим, вот мы уже проводили в Прикубанском районе открытые уроки, в Черкесске, в Карачаевске, в Джигути также проводили открытые уроки. Мы проводили в Центре дополнительного образования очные встречи нашей региональной команды, а вот скоро мы планируем провести, вот скоро стартует четвертый сезон Большой перемены. И мы планируем провести большое открытие также в Центре дополнительного образования. Но что такое открытие четвертого сезона? Что там будет происходить? Вообще Большая перемена задумывался как конкурс. И вот, наконец, начинается четвертый сезон, вот сам основной конкурс, где школьники могут получить деньги, выиграть, допустим, всякие поездки, допустим, города, такие как Владивосток, Москва, Санкт-Петербург. Также они могут выиграть деньги. Ну, ваша организация, насколько я понимаю, занимается еще добровольческой деятельностью. Да, конечно. Ну, расскажи конкретно, что вы делаете. Мы конкретно, вот мы также проводим открытые уроки, допустим, даем детям мастер-классы, показываем им, допустим, делаем оригами с детьми. Вот недавно мы записываем всякие видео, также мотивирующие, допустим, о волонтерской деятельности. Мы собираем мусор, чистим там города, поселки и так далее. Ну, что дает школьнику вот участие в Большой перемене? И как стать членом вашей команды? Наверное, самое первоочередное – это опыт, то, что дает наша команда. Допустим, у нас вот есть разные отделы. Допустим, вот у нас есть медиа-отдел, которые занимаются, естественно, медиа, которые там публикуют посты, делают всякие репортажи и так далее. Вот они получают опыт в медиа-сфере. У нас есть волонтерский отдел, который вот ребята, допустим, хотят заниматься добровольческой деятельностью. Вот они, допустим, они волонтеры, вот они, допустим, чистые поселки и так далее, как я уже говорил. И также у нас есть проектный отдел, вот ребята, которые сами проводят открытые уроки и занимаются нашими проектами. Вот про проекты я чуть позже расскажу. И в нашу команду как можно попасть? Вообще, вот у нас есть ВК-группа оригинальной команды, и у нас первый пост закрепленный. Вот как раз как попасть. То есть в нашу команду может попасть абсолютно любой желающий, школьник в Карачао-Черкесской республике с 5 по 11 класс. То есть даже с выбором будущей профессии вы помогаете определяться? Конечно. Какие-то направления конкретные есть? Ну, о проекте, я думаю, ты расскажешь в следующий раз, когда ты приедешь со своими заместителями. Да, хорошо. Вот. Я благодарю тебя за участие в нашей программе и желаю успехов в вашей организации. Все. Спасибо тебе. Вам спасибо. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного дня и до встречи в эфире. Продолжение следует...